Здесь не увидеть красную дорожку, бриллианты и пафосную публику. Но их отсутствие не влияет на торжественность и важность происходящего. В зале одной из школ города вот-вот назовут лучших актера и актрису, героя комедийного жанра, роль второго плана и лучший театральный коллектив области. Конечно, до Оскара или золотой пальмовой ветви еще расти и расти, а кипятильник уже в руках. Спасибо большое. Я прям нету слов. Такое чувство, как будто я сплю. У нас очень красивый традиционный приз «Большой кипятильник», который мы вручаем всем победителям в пяти номинациях. Это символ горящего сердца, это символ такой вот неунывающей дыши актера. Коллективы 14 школьных театральных кружков со всей области приехали в этом году на фестиваль с разными спектаклями. От современности до классики. Моя роль это Белотелова, Домна и Встигневна. Это Купчиха. Очень такая женщина интересная, но томящаяся, уставшая от скуки, которая вдовеет пятый год. И она впервые за пять лет увидела мужчину. Я играла печку, в которой просто она... Первый раз выступая на сцене, никогда бы не выступала больше. Коля Лобанов еще не знает, что через несколько минут получит свой первый кипятильник за лучшую комедийную роль. Он сыграл «Капитана пиратов». Маленькие актеры и актрисы разбираются в премудростях театрального искусства не так давно, но уже точно знают, каких героев хотят играть. Когда у меня настроение такое веселое, хочется какую-то легкую роль, но главное... Положительных героев, добрых. Ну почему? Ну, во втором классе я как-то играла бабу-яку, мне не понравилось. Совсем не важно, станут ли маленькие звезды профессиональными актерами или нет. Детский театральный фестиваль имени Евстигнеева проходит в Нижегородской области уже 11 лет. И среди повзрослевших первопроходцев сегодня не столько актеров, сколько дипломатов, врачей и физиков. Школьный театральный фестиваль – это обязательное правило хорошего тона любого человека. Мне кажется, что вообще государственных деятелей нужно проводить через тест о принадлежности к творчеству. А способности... Нужно у государственных деятелей всех уровней проверять способности к творчеству и понимание творчества, потому что без творчества вообще ничего не бывает. Пока до этого не дошло, но с каждым годом детских театральных коллективов становится все больше. А значит, лет через 20, будь такой экзамен введен, эти маленькие актеры и актрисы, ставшие госслужащими, справятся с ним легко. Елена Фролова, Максим Веселов, Объективно, ННТВ. Браво!